Всем привет! Значит, сегодня такой у нас... Свет отключил. Да, свет отключил. Сегодня у нас такой день грустноватенький, темноватенький. Это вот вечер, ребята. Сейчас еще время полдевятого, ну вот 58 минут девятого. То есть, представляете, да, вот и весь день вот такой вот. Еще и снег периодически идет, то есть, это грустновато. Не верится, что конец весны, начало лета. Завтра лету, ребят. И, короче, это, друг у меня сегодня продал, вот этот Nissan, Ниссан как-то называл ролик, а не покупайте вариатор. Вот он его продал сегодня. То есть, ему его отремонтировали? Ну да, за 83 тысячи ему отремонтировали. В итоге, этот Nissan он быстренько спулил, причем его взял в автосалон. И автосалон его взял под реализацию в какой-то куда-то... В Екатеринбург. В Екатеринбург, в общем, там уже заказана машина была. То есть, он уехал в Екатеринбург, он еще помятый немножко слегка был с разных сторон. Ну, такая машинка такая уже похожая. Вот, и Костя решил взять, получается, двенадцатого года американца... Таким широкий? Ну, вот все как-то приходят к американской технике. Вот у нас Lexus американский, получается. А Сашка друг общий как раз, ну, лучший друг Кости как раз, а он лучший друг Кости. Мой как-то, вот как-то он все запутанно, как бы. А Сашка, он Соликамска, Костя душировал Соликамске. Сашка, привет, он тоже смотрит нас. Вот, Сашка взял себе Taha американца. То есть, получается, все как-то вот друзья берут американцев. И Костя решил тоже взять все-таки вот широкий. Пускай, говорит, он кушает много, зато машина не бездушная, а именно как бы с душой. Вот. Сейчас мы едем к нему. Сегодня он распродал. Сегодня... Я думаю, проставляться, наверное, Костя не будет, да? Ну, наверное. Ну, ничего страшного. Просто договорились, да, посидеть. Мы собирались неделю назад на шашлыки, но у нас погода не радует. У нас неделю холодина, по-моему, следующая такая же будет. Поедем в Чехину, потому что там нам нравится. Сан Бориской говорит, там, говорит, ей некомфортно. То есть, ну, как-то вот так. Обзор, ну, такой легонький сделан. Тем более, вы уже видели, сколько раз мы там кушали. Вот. Посидим. Я пиво безалкогольное выпью. Причем у меня друг удивился, так, один позвонил. Как бы тут вопросы мне надо решить. Он говорит, ты что будешь пить? Ты же не пьешь? Я говорю, да, что пиво будет безалкогольное. Я, Саша, говорю, я, наверное, бокал вина красного выпью. Он говорит, зачем? Ну, я не представляю. Ну, ешь мороженое, сиди, как бы отдыхай, что там хочешь, как сладости. Идет друган у меня. В развалочку, блин. Ждем уже минут пять его. С той стороны. Ты себя решил посадить сюда? Привет. Привет. Супруга как раз детское кресло. Ну, я влезла сюда. Сто процентов. Никто не спорит даже. Девчонки выбирают что-то себе. Что-то хотят, пока не знают, что хотят. Так. На, выбирай. Ага. Спасибо вам, мне даже принесли отдельно. Что-то они такие довольные, что-то обсуждают. Костя свой чаек, он спрятался за этим, за соком. На продажу надо сегодня отметить? Визу алкоголя? Визу алкоголя? Отметить. Радуйся в стране. Девчонки всегда против того, что продают машины. Мариньке глаза на лоб полю, да? Приятного аппетита. а чё там маренька чего ступенько овощи помидорка перец маренька модница ну и чё ты модничаешь капушон капушон снять надо как мы будем смотреться короче ребята идем из сбербанк да кстати это хотелось первую очередь сказать ребят как бы да действительно в некоторых видео я себя позволяю лишнего материться в жизни наверно так сильно никогда не матерись часто не контролируя себя разлюсь или вообще матерись то есть вылетается вот ребята я буду стараться еще больше да есть такая у меня плохая привычка или как это сказать то есть одна из плохих хотя и так их много что добывает вылетает мат написали пару подписчиков что этом матерюсь в двух видео ребят постараюсь больше не материться но если где-то вылетит там вдруг разок ну вы как бы не ругайте меня а сейчас мы пошли в сбербанк я потерял данные карты очень хочется как это вот я как бы больше больше времени тратить я из контр-страйк перелез обратно в танчики там меня поменьше времени уходило и я решил купить себе прям танк на левом сайте они понимают что такое прям танк ребят стране танчики практически все выкачаны но вот на было прям танки именно как бы там защитник который все объекты на сайт посмотрел пару видео в ютюбе не почитав комментарии совершил покупку на одном из сайтов сайт оказался в мошенникам в рейса держит мошенники которые в принципе так вот обманывают людей и 1700 я просто выкинул на ветер вот но тут же поняв когда что прошло там определенное время что-то мошенники написал заявление в полицию водилка чтобы проверили для других чтобы не другие не попадались закрыли доступ к этим ресурсам и саша оплачивал покупку своей карты пришлось карту тут же заблокировать ну и больше там не списали сбербанке заказать получается новую карту то есть какой-то определенный там три-четыре дня карта была заблокирована деньги вы не могли карты вообще трогать то есть они висели на карте но карта сама заблокирована ну и в принципе вот быстро для дня за три сделали новую карту сейчас мы идем в отделение банка получить ее так что не попадать на мошенников покупайте только получается официальных магазинах у нас перемещающих холодно но сегодня уже как война гет потеплела сказала сколько галусов 11 11 я их ребят не чувствую поэтому будем ждать тепла пока что холодно ребят даже при такой погоде вроде бы 11 градусов но очень холодно у нас вчера и позавчера был снег так что лето началось со снега кто черемуху насажал да говорит пойдем карту поменяем пришли карта там оказывается сегодня не работает этот банк надо идти в понедельник они субботу вообще не работают ну как давай магазинчик зайдем надо чуть-чуть взять сейчас вы увидите но это видео ребят для тех кто это любитель вот этих распаковок потому что таких и заказов у нас много дальше купили муку закончилась кукурузная но это без всяких вот ешек там колбаска вот такая от тельца как она называется краковская полукопченая так это мы все в пятерке это мы уже в семье купили в пятерке была еще акция на шампунь купили шампунь все остальное мы купили уже в семья колбасу Саша у нас кофе без молока вообще не пьет купили сгущенку докторскую купили абсолют мне нравится кусочком получается да уже подойдет купили типа типа колбаса на самом деле ребята мне кажется это херня это кстати взяли у этого как он называется грудинина это этот как он называется предприятие на производитель совхоз имени ленина за грудинина пасковская область что будем надеяться что пальмы сыр проверяется ребят легко распечатывается ложить его на 15-20 минут получается на тарелочку если выступают какие-то жировые жировые какие-то пятнышки выпускают выступают значит пальма есть это шоколадки марина любимая ритроспорт тоже ребятам никакой химии нету получается это немецкий шоколад и в принципе только натурально сейчас скажут некоторые вот 30 опять е ребят ну блин вот вот некоторые говорят ой буду там е есть 30 и ничего страшного так вы о детях своих позаботьтесь ладно себя гробить до нас там еще ныцинское молоко есть тоже не берите тоже херня кажется там где нету получается где 211 ребят у нас запрещено получается во всех странах мы как-нибудь про него расскажем в россии он тоже принципе запрещенный о добавляют нет он как опасная добавка считается но его добавляют все равно везде в рыбу в мясо ребят и 211 и вызывает рак да даже кошка подтверждает лишь а правду договорим все вот два больших пакета помидорки помидорки у нас где-то же чек был ну и насколько вышел взяли на 1124 а на пятерочке меня в кармане чек там четыре дня короче вот так ребята сходили чуть-чуть взяли два полных пакета чего взяли ничего не взяли по молоко и аныпинское молоко сказал просто про него мы знаем как бы достоверных источников не будем говорить от кого онгурская да там просто человек видел как на конвейере разливается это молоко ребят митинском молоке молока нету там с правой стороны конвергает идет молоко более-менее какое-то разливается с левой стороны там как назвали социальное молоко социальное светлая голубая водичка бежит то есть поэтому вот мы так и отозвались об этом молоке вот это берем вроде бы сказали более-менее что-то здесь есть у нас тоже не знаем что у них объема очень большие увеличились да то есть и опять надо смотреть и еще вот раньше продавали у нас молоко получается как же называется молоко то там фермерское хозяйство было но там хозяин говорят этот кто держит это фермерское хозяйство он заболел очень сильно и родственники уже там руки потирали что вроде как будут какие-то добавки добавлять как же называется там и линска да и линское молоко там молоко было чего не очень сметана все было да фермерское было мы раньше брали а сейчас побоялись тоже брать нужно тоже непонятно что-то творится как-то так ну кто подскажет из перми какое молоко хорошее пишите в комментариях по крайней мере тяжело сейчас искать настоящие продукты везде пальмы а пальмы горят из организма выводится очень плохо